Я не помню уже это. Ну как, вот ходили тоже в консультацию там, с ними проводили какие-то занятия. Вот у меня дочь так ходила туда, а я-то нет. Многие знания, которые пытаются нам дать наши бабушки, мамы, за что им большое спасибо, конечно, но есть некоторые знания, которые устарели, и чтобы быть уверенной абсолютно в том, что я делаю благо для своего ребенка, я много чего перепроверила, много чего прочитала, и теперь не боюсь. Была книга с ПОКО, а мне кажется, все-таки там вот о воспитании детей. Мы ее читали. Вот так мы готовились. Во-первых, нужно найти нормальную обеспечиваемую работу, квартиру, прежде всего, чтобы у ребенка было место, где родиться. Нужно опираться на проверенные источники, такие как книги и всякие статьи, и прислушаться к ней родственников. Обзавелась специальной литературой, как начинают с беременности и дальше. Все это изучала. Потом ходила на курсы, когда беременная была. Нас там даже в роддоме уже, когда родила, нас там обучали мамочек молодых. Нужно готовиться к рождению ребенка, сходив к гинекологу на подготовку, выбрав себе заранее медиатра, выбрав того, подготовив, кто вам будет заранее помогать, потому что помощь будет нужна. Вот. И будучи уверенным в партнере в своем. Они и морально должны быть готовы, и, как говорится, материально тоже, да? Вот это не последний вид. Получается, как что, вроде дети, это наше счастье, да, наше будущее, а в то же время родители не готовы. У меня вот такой же случай был вот с сыном своим, да? 18 лет, все, любовь, тря-ля-ля. А что, любовь? Образования нету. Все это неудобства, вся эта жизненная коллизия. Сейчас интернет есть какие-то, группы молодых мам, они общаются, ну, если там ребенок, все равно же к врачам обращаются. Мне кажется, это важно так делиться вот информацией и узнавать что-то такое для себя.